Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу С нами сегодня российский физик-блогер Дмитрий Побединский Здравствуйте Здравствуйте Вот когда вас называют физик-блогер Вот в первую очередь вы все-таки физик или блогер? Вот как вы себя воспринимаете? Ну у меня образование физик А род деятельности блогер То есть пытаясь совместить несовмещаемое Ну вот для наших радиослушателей я поясню Может быть еще раз, что у вас Довольно популярный блог на ютубе Физика от Побединского он называется И многие вас считают популяризатором Науки в интернете Сегодня, наверное, это не просто Учитывая разнообразие контента Вот как это проходит у вас? Проходит именно что? У нас сегодня доносить науку Традиционную науку до масс Ну здесь я придерживаюсь такого принципа Что в первую очередь нужно достучаться до сердец И нужно рассказывать о темах Которые будут близки людям И которые будут как-то им полезны То есть рассказывать о каких-то там новостях С большого адронного коллайдера И о том, что где-то там в миллиардах световых лет от нас Взорвалась какая-то там звезда Или черная дыра образовалась А что-то вот такое ближе к жизни То есть то, что помогает нам, допустим, засекречивать наши данные Допустим, там квантовая криптография, квантовая физика позволяет это делать Что еще? Как работают наши гаджеты И прочие устройства Чтобы правильно ими пользоваться Чтобы их не ломать Чтобы они служили нам долго Вот И подобного рода Вы сказали о том, что нужно создавать контент Который будет интересен людям Но людям в то же время Как мы можем видеть Интересна и лженаука Вот чем вы можете объяснить ее популярность сегодня? Ну, лженаука Она просто дает очень простые ответы На животрепещущие вопросы То есть это Ну, тут еще разные бывают лженауки Есть Самое опасное Те, которые паразитируют на человеческих страхах То есть, например, взять гомеопатию То есть это лекарственные средства Которые не имеют никакой медицинской доказанной эффективности И люди боятся болеть же ведь Поэтому вот это просто эксплуатируют Собственно, те, кто адепты этой темной силы, так сказать Ну вот У вас чуть более 100 тысяч не хватает Да, миллиона подписчиков Насколько сложно было завоевать Более 800 тысяч, если я не ошибаюсь Вот сейчас подписан на ваш канал Вчера 850 было Вчера заходил, смотрел, да Ну вот сложно было Получить этих подписчиков Учитывая, что это серьезная цифра На блок, посвященный физике Ну, в целом сложно Потому что я уже Пять с половиной лет Занимаюсь Там с перерывами Но все же И тут с переменным успехом это происходило Такие бывали периоды, когда Там одна тема за другой Действительно у меня получались какие-то цепляющие А бывало такое, что Как-то на людей не особо интересовало То, о чем я рассказываю То есть с переменным успехом Ну вы помните этот рубеж, когда вы поняли, что это пошло вперед? Ну, в самом начале, да Какая-то стабильность была И закономерность интереса к вашему каналу Интерес более-менее был всегда Прямо с самого начала Я когда выпустил самое первое видео Сразу же Собственно, был такой положительный фидбэк Интересовался Комментировал, делился Так что я сразу же почувствовал Что это востребовано Это нужно делать 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии Звоните нам Также пишите в WhatsApp 230-6191 И оставляйте комментарии в Фейсбуке Вот вы в своих блогах Нередко, скажем так, развенчиваете мифы О науке, довольно популярные мифы Какую тенденцию вы сейчас замечаете Со временем мифов из мира физики Их стало больше? И становится ли больше? Мифов Ну, в целом По чуть-чуть Их количество растет И тут нет такого, что Если я рассказал о каком-то мифе Значит, все такие Окей Мы в это больше не верим То есть, если кто-то придумал однажды Что Земля плоская Вот всю оставшуюся историю человечества Будут люди, которые будут Говорить, что вдруг Земля плоская А вдруг нам врут И так далее Так что мифы Они не исчезают, к сожалению То есть, вот там Начиная с каких-то банальных Бермудского треугольника И каких-нибудь там Заговоров масонов И еще чего-то Заканчивают чем-то сложным Действительно, в чем люди плохо разбираются Они будут всегда И будут копиться, копиться и копиться Мне кажется Но что касается Так называемых новых мифов Вот Какие появляются сейчас? Я сейчас так затруднюсь ответить Какие конкретно Ну Наверное Мифы связаны с Какими-нибудь Ну теми науками Которые становятся более популярными Которые все В нашей жизни Физика уже Более-менее там устоявшаяся Например Какая-нибудь там психология Может быть Вот что-то оттуда Какие-то мифы могут появляться Ну физика На ваш взгляд Все-таки Ну Вы свою аудиторию знаете Вот насколько она По возрасту разнородна По социальному статусу И так далее То есть, кого интересует физик Вот в таком прикладном смысле Сегодня В Рунессе Ну Конкретно у меня Аудитория Это в основном Мужская На канале В основном Мужская аудитория И Возраст Это Старшеклассники Это студенты Ну то есть Даже больше Больше Даже выпускники То есть от 18 там условно До 25 Вот Основное Ядро Вы сказали о том Что их больше Интересует прикладная Физика Но мы видим Все-таки Интерес к космосу Потому что И даже по фантастическим Произведениям Фантастическим фильмам Что космос Он притягивает взгляды Но вот На ютубе Это не работает То есть получается Что происходит С сверхновыми Пульсарами Черными дырами Это не такая Востребованная история Для массовой аудитории Да Это я так сказал Это вот мой подход То есть Понятное дело Что помечтать Мы все любим И как-то Пофантазировать Почувствовать себя Какой-то маленькой Крупицей В огромном Космическом пространстве Вот Тоже такое Ощущение Оно приятное Интересное И конечно же На эту тему Интересно Произмышлять Это интересно И всегда будет Ну не то чтобы Может быть Супер актуально Но это всегда Будет востребовано Конечно же Просто вот Я еще к этому Хочу добавить Еще и какую-то Полезность всегда То есть если мы узнали Что какая-то Сверхновая взорвалась То я считаю Своим долгом Рассказать А зачем мы это узнали И что это нам принесет Может быть там Через год Через два Никакого смысла В этом не будет А допустим Через сто лет Изучения Таких звезд Мы сможем создать Какой-нибудь там Не знаю Супер двигатель И летать между звездами Ну типа такого Фантазировать В этом плане То есть польза Какая-то все-таки Должна быть Говоря о космосе Вы ведь наблюдали Запуск не так давно Это было летом На космодроме Байконур И выкладывали В том числе Это невероятно Красивое зрелище Полета Как раз в этом полете Участвовал робот Федор Известный Что касается Истории роботизации В космосе Насколько она На ваш взгляд Перспективна И вообще Есть ли опасность Что роботы Смогут заменить людей На самом деле Я редко Об этом говорю Но считаю Что пилотируемая космонавтика Она по сути Очень мало смысла имеет Кроме имиджу Потому что Ну а что там Люди сейчас делают В космосе Какие-то опыты Проводят Все это можно 90% опытов Которые они проводят Можно автоматизировать Китайцы По-моему Насколько я помню Они запускали В прошлом году На обратную сторону Луны Какой-то посадочный модуль В том числе И Луноход И вот в этом Посадочном модуле Который совершил Мягкую посадку Там была Какая-то капсула С Живыми Какими-то растениями И они исследовали Как эти растения Будут выживать В каких Условиях Очень жестких И все автоматически У них вроде как Получился эксперимент Так что Пилотируемая космонавтика Она Я считаю Только Какой-то Имиджевой Составляющей Вот А так Конечно же Если какие-то Серьезные исследования То Их вполне могут Сделать роботы Поэтому скорее всего В прикладном плане Роботы захватят Космос Ну вот вы сказали о том Что мы все Любим мечтать И мне кажется Что история Покорения Космоса Человеком Юрий Гагарин Эльнира Амстром Который ступил По Луне И сказал знаменитую фразу Про маленький шаг Для человека И большой для человечества Это ведь очень мощный Такой мотивирующий Фактор для науки Вот вы не согласны С тем что Этот символизм Все таки является Такой движущей силой Человек который Ступил на Луну Или возможно Когда-то ступит на Марс Движущей силой Согласен Да Но просто тут Нужно Расценивать Наши затраты На это И Пользу Какой-то эффект От этого И В принципе Тут соотношение Такое Достаточно Сложное Потому что Все таки стоит Это вообще Огромных денег То есть например Полеты на Марс Там оценки Марсианских программ Зашкаливают За триллионы долларов Безумные конечно деньги И поэтому Возникает Просто Может быть эти деньги Можно вложить Для мотивации Куда-нибудь еще И это будет более эффективно Там Для мотивации школьников Студентов И так далее Но у вас есть желание Полететь в космос? Ой вы знаете Ну желание Конечно же есть Конечно же Почему бы и нет Если мне завтра Предложат Что я буду отказываться Вот Конечно Ну для кого-то Космос это что-то такое Завущее Такое бесконечно прекрасное Для кого-то Как раз Космическое пространство Ассоциируется С чем-то враждебным Вот что для вас Это пространство Что значит космос Для вас А здесь нету Никакого противоречия Мне кажется Оно может Эмонить И при этом Быть враждебным Это как Если раньше Было Это Дух Первооткрывателей Вот что это такое То есть Если раньше Это было Люди бороздили моря Открывали новые Континенты То сейчас Это Покорение Других Небесных тел Вот А смысл Это тот же То есть это Именно дух Путешествия И первооткрытия Ну в каком-то ключе Илон Маск Как вы оцениваете Эту фигуру Потому что Кто-то Скептически К нему относится Считает Что это как раз Имиджевая история Кто-то наоборот Считает его человеком Который возможно Двинет науку вперед Вот Какое у вас отношение К этой фигуре Я Абсолютно положительное отношение Считаю все Что он делает Он делает абсолютно правильно Потому что Он выдерживает Очень грамотный баланс Вот действительно Между Каким-то Прикладным Вообще Применением Своих технологий И Каким-то Вот Флером Какой-то Вот Мечтательной Романтичной Такой атмосферой Потому что В принципе Вот Проекты SpaceX Они Ракеты Falcon Выполняют Вполне Прикладные Задачи И Люди Которые Их Разрабатывают Все технологии Которые Разрабатываются Они вполне Применимы Они Конкурентоспособны И так далее И соответственно Если есть Какое-то У них Не знаю Какая-то Экономика Дополнительные Деньги Почему бы Их не Инвестировать В Какое-то Вот Такое Имиджевое Правда Почему бы И нет Вот Некоторые Физики Говорят О том Что Опять же Наверное Возвращаясь К космосу И О мечтаниях Если говорить То Для физиков Как Некоторые Говорят Очень велик Соблазн И такое Может быть Искушение Познать Всю Вселенную Есть ли Это у вас Желание Объять Необъятное Как оно Появляется Желание Объять Необъятное Ну Конечно же В какой-то Степени Есть И Ну это Наверное Не только У физиков Просто у физиков Это наверное Просто гиперболировано Потому что Физические Законы Описывают Самый Фундамент Мироздания И Вопросы Которые В физике Они Самые-самые Такие Сновополагающие Поэтому И запросы Такие Огромные И Понятное Дело Что Хочется Создать Теорию Всего И Закрыть Эту Тему Но Мир Не так Прост И в каком Смысле Может быть Даже и в поиске Весенье И всякое То есть В самом пути Смысл Даже Таков путь Если кто Смотрел Сериал Таков путь Вячеслав Кащеев Известный Физик В одном из интервью Моему коллеге Говорил о том Что меня Сейчас Прерывают Звукорежиссер Я задам Этот вопрос Уже после перерыва Так что мы Сейчас Прервемся Буквально На несколько минут И потом Продолжим Оставайтесь С нами Мы продолжаем Эта программа Абонент Доступен В студии Работает Анна Смирнова Вадим Родионов И звукорежиссер Родион Золотарев Физик-блогер Дмитрий Побединский С нами на прямой связи Еще раз Здравствуйте Еще раз Да Здравствуйте Да Вот так Мы даже слышим Вас гораздо лучше В наушниках А я вот наушники надел Что-то я сразу Не догадался Я вот нашел То есть Прикладное значение Физики на самом деле Сейчас продемонстрируем Демонстрируете Да Ну чтобы не было Сигнала Звук не шел туда Из одной стороны В другую получается Через границу Да Напомню Телефон на прямой эфир Для наших слушателей 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Также можете звонить Нам писать Ватсап 230-6191 Ну вот продолжая Тему наушников Что касается Взгляда ученого на вещи Видят ли на ваш взгляд Ну вот как вы это видите Да Ученые физики Весь мир через физические явления То есть условно Например там Смотря на свет лампы Можно увидеть Ток Который протекает Через нее Да И как он нагревает Там спираль И так далее Вот есть ли такое Восприятие Действительности Слишком буквально Да Ну в целом Да Такое есть Потому что Зная какие-то Вот физические законы Лучше понимаешь Как работают Устройства Механизмы И Различные технологии Я знаю Есть такое высказывание Что довольно Развитая технология Она Зачастую Выглядит Как магия Я не помню Кто это сказал Но есть такое высказывание И действительно Люди Которые не разбираются В технике Для них Это какой-то Черный ящик Который просто Вот что-то делает Там телефон Условно Да А для тех Кто Для технорей Которые знают Как Какие радиоволны Там Как они генерируются И так далее Как передаются Для них Это вполне Такая обыденная вещь И в принципе Действительно Чем больше Изучаешь Физику И какие-то Технические Науки Тем меньше Магии И волшебства Остается в мире К сожалению К сожалению Но Зато Начинаешь Видеть магию И какой-то Интерес В чем-то Другом То есть Такая сложная Такая философская мысль Но тем не менее Ведь есть Такой стык Физики и философии Когда мы например Говорим о вселенной Говорим о бесконечности Вселенной Хотя есть разные теории О расширяющейся вселенной И так далее И тому подобное Но это ведь то Что человеческое сознание Как мне кажется Постичь просто пока Не в состоянии То есть Можем ли мы понять Что такое бесконечность И можем ли мы вообще Представить бесконечность Вот нет этих пересечений С философией Пересечений с философией Но сейчас Их все меньше и меньше. Что касается бесконечности Вселенной, то не, познать почему можно. На самом деле есть очень много космологических моделей в каких-то Вселенной бесконечно, в каких-то нет. И тут бесконечность, она собственно выступает в математическом плане бесконечности. Математики уже давным-давно этот термин конкретно определили, что это такое, как с ней работать, как она, ну не то, что как она выглядит, такими свойствами обладает. Поэтому на каком-то уровне абстракции это всё-таки можно представить. Просто вот нужно немножко до этого уровня, может быть, дойти. Вот и всё. Здесь ведь интересна история, что если Вселенная конечна, то что же находится за той чертой, где она заканчивается? И там уже тоже возникают вопросы, на которые мы ещё пока не знаем ответ. Но тут такая история, что во всех моделях предполагается, что если Вселенная конечна, она замкнута сама на себя. То есть можно представить её как... Вот есть... У меня такой пример есть хороший. Игра Pac-Man. Там, собственно, вот этот Pac-Man, он если уходит в одну сторону экрана... О, вот у меня экран. Уходит в одну сторону экрана, он появляется с другой стороны экрана. И получается, для него... Или там, если он вниз уходит, он появляется сверху. И получается, что для него не существует каких-то границ экрана, а для него бесконечный такой мир получается. Он бесконечный... Но при этом он всегда на одной и той же площади. И, возможно, наша Вселенная тоже так вот как бы закольцована, сама на себя замкнута. Просто она достаточно большая, и мы вот это вот пока что такой... Её объёма её не видим. Потому что ещё не хватает наших наблюдательных данных. У нас звонок. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Да, твоём конец. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится физика в России? Не все ещё уехали физики. Думаю, что не очень-то, так сказать, сладкой жизни, если они начали блогерами работать. И второй вопрос. Вот реформировали Академию наук. Как вы оцените эту реформу, и почему вообще про неё не слышно сейчас? Спасибо. Спасибо. Ну вот про утечку мозгов, по всей видимости, спрашиваю. Из космоса на Землю мы спустились, благодаря нашему. Да, да, да. По поводу физики в России, ну тут ситуация сложная. Потому что, ну вот, например, что касается меня, у меня специальность это дистанционное зондирование атмосферы, то есть наблюдение за Землёй, со спутников, за атмосферой. И вот когда я заказывал институт, в этом направлении на нашей кафедре было очень мало каких-то определённых задач интересных, поэтому вот я решил не по специальности, так сказать, не работать. Что касается других направлений, то есть, которые развиваются очень активно, там, нанотехнологии, условно, там, материалы, нанотехнологии, это равно материалы, на самом деле, сейчас и везде практически. Космическая отрасль плохо развивается, что хорошо ещё развивается, атомная промышленность, нефтянка хорошо развивается. То есть, вот есть какие-то области, где, да, где всё хорошо. И это, в основном, такие технические прикладные, с которых можно получить хоть какие-то дивиденды в ближайшем обозримом будущем. А фундаментальное, ну, конечно, тут это должно быть с поддержкой государства, но оно, вот, как мы видим, не видит какой-то особого смысла туда вкладываться. То есть, недостаточное финансирование со стороны государства? Фундаментально именно науке. Ну, я, например, был на ускорителе в Дубне, в Подмосковье, видел, в каком состоянии находятся научно-исследовательские институты у нас, и у меня складывается впечатление, что да, да-да, пока что недостаточно финансирования. У нас звонок... Из чего, что, что я видел. Да, звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Петр зовут. Да, мы слушаем вас. У меня вот к вашему собеседнику такой вопрос. Российская наука, значит, традиционно очень развита хорошо, очень много изобретений, но часто получается так, что плодами этих изобретений иностранцы западные воспользуются, потому что не умеют вовремя патентовать изобретения, и получается очень печально. Кто-то миллиарды зарабатывает, а ученые-гении там в нищете умирают. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я когда-то был замглавного конструктора одной из ведущих юридических заводов, и ездили в лучшие институты СССР, и брали чертежи, установки на изготовление. Если говорили, работает в принципе, это мы вообще никогда не брали. Только если говорили, что в кожухе работает. И второй вопрос. Я пишу уже 10-15 лет, надеждой, что Путин услышит. Значит, 20% изобретений и технологий военной надо срочно дать в гражданскую промышленность. Тогда будет рывок. Но меня никто не слушает, не знаю. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, знаете, вы там в Латвии пропустите, но давайте поболтаем. А я в России сейчас сижу. Так, в общем, первый вопрос. Значит, я забыл, какой первый вопрос? По поводу... Патента спрашивал наш. Я слушаю, что кто-то... Да, тут на самом деле такая ситуация, что, в принципе-то, и за рубежом ученые, которые занимаются какими-то фундаментальными... Фундаментальными фундаментальными наукой, они тоже с патентов, которые на основе их изобретений. В принципе, могут ничего не получать. Это делают разные люди. Есть фундаментальные исследователи, есть уже какие-то изобретатели, которые создают полезные модели, патентные изобретения и так далее. То есть это разные вещи. Единственное, что ученые, которые занимаются фундаментальной наукой, например, за рубежом получают одну зарплату, а в России получают другую зарплату. Поэтому складывается такое ощущение, что их обворовывают. На самом деле их везде как бы обворовывают, просто за рубежом они живут на другую зарплату. Зачастую выше. Это раз. А второе, то, что нужно отдать военный сектор... Ну, в гражданский сектор военные разработки. Военные разработки. Тут сложно что-то комментировать, потому что засекречен военный сектор, и мало кто знает, а что там вообще есть. Поэтому мне сложно это комментировать. Возможно, да. Возможно, да. Ну, вас как физик устраивают аргументы Министерства обороны Владимира Путина по поводу гиперзвуковых ракет, которые скорость маха в десятки раз превышают и так далее и тому подобное. Какие именно аргументы? Ну, что это реальная технология, а не мультики, которые, допустим, показали, как презентация? Да нет, в принципе, технология-то может быть. Там ничего такого нету сложного. Просто разогнать ракету до скольки, до тридцати, до девяти, там, скорости звука. По-моему, около двадцати махов там давали. Ну да, ну да. Ну так космические аппараты на такой скорости летают. Космические корабли. Они так и летают. И баллистические ракеты летают на такой скорости. Он просто, не знаю, просто одно и то же сказал другими словами. Поэтому все за это прицепились. Да, технологии такие есть. Вполне это может быть. Вы согласны с тем, что, ну, когда говоришь о постсоветском пространстве, в целом, то получается, что были передовые разработки в военной области, там, лучшие подводные лодки, спутники-шпионы и так далее и тому подобное. И очень плохо все обстояло всегда с прикладным значением, потому что я, например, помню компьютер Микроша, да, на котором БК-0010, на котором мы начинали учить информатику. И ты понимаешь, что в этом смысле, ну, тогда еще был конец СССР, и Латвия тоже туда входила. Мы все жили в одной стране. И, в общем, помнишь, это как отставание просто катастрофическое, потому что уже потом появлялись компьютеры The X-Pectroom и так далее и тому подобное. И ты понимал, что разница очевидна. Почему, на ваш взгляд, получается в военной сфере, не получается в гражданском сфере? Что в военной получается, в гражданском нет? Технологии. Ну, наверное, потому что нет финансирования. Я вот, на самом деле, так у меня четкого ответа нет на этот вопрос. Но мне кажется, что действительно просто должна, в принципе, инициатива быть какая-то от государства в том числе. Потому что люди-то готовы это делать. У нас прекрасное обучение в институтах, у нас очень хорошие кадры, умные ребята. Просто нужно дать им задачу, и они все сделают. Вы так осторожно сказали про Путина. Вы чувствуете себя сегодня свободным в плане высказываний, ну, на той же площадке Ютуба, например? Ну, в плане моей тематики, очень популярной. Да, конечно, здесь ничего нет. Но если речь заходит об каких-то политических высказываниях, или вот у нас самая такая ходовая статья об оскорблении чувств верующих, то вот тут, конечно, блин, начинается, конечно, чувствуется какое-то ограничение. Конечно же, чувствуется. Но физик, по идее, в принципе, находится на такой опасной тропинке в плане оскорбления чувств верующих, потому что все-таки... И далее я поставил многоточие, а вы отвечаете, как считаете. Да, на самом деле... Да нет, тут вот у физиков такие аргументы, против которых верующие ничего не могут сказать просто-напросто. Ну, если в контексте сотворения мира вот эти фундаментальные вопросы, и на самом деле, ну, насколько я вот вижу, что происходит в интернете, какие-то, собственно, религиозные деятели, они особо не лезут в полемику по поводу сотворения мира и фундаментального его устройства, потому что зачастую... Ну, у них там мало аргументов просто. Что касается там морали, детей, абортов и так далее, это да, это вот такого много. А вот мира меньше. Поэтому тут я особо сильно не чувствую какого-то ограничения. Я в других сферах чувствую. Вот Вячеслав Кощеев, которого я пыталась упомянуть, но меня прервали до перерыва, говорил о том, что несмотря на свою научную деятельность, большую довольно научную деятельность, популярный он верит в существование Бога. Вот как, по-вашему, совместимо ли это? А кто это? Это один из лучших физиков Восточной Европы, и он в Латвии, там, профессор и так далее, и тому подобное. Вячеслав Кощеев. Это квантовая физика. Ну, я могу сказать квантовая. Я могу сказать так, что вот есть учёные, которые занимаются, например, микробиологией или математикой, то есть им, в принципе, и в их деятельности, в их специализации, они настолько узкими вещами занимаются, что вот какие-то вопросы мироздания их вообще никак не касаются, поэтому они могут, никак не относятся к профессиональной деятельности, поэтому они могут думать там, как хотят и как им удобно. Поэтому часто бывает так, что да, какие-то учёные могут быть религиозными. Но это вполне приемлемо, если вот эти области в профессиональном плане, вот личном, они как-то разносятся, но разнесены. То есть наука не противоречит вере, если так можно сказать? Ну, если мы говорим, допустим, об размножении бактерий, как оно там может что-то противоречить, как о перераспределении генов в хромосомах, там при метозе, миозе и так далее. Это всё описывается математикой, какими-то определёнными законами, которые, ну это совсем другое, это то же самое, что борщ и, не знаю, и музыка, разные же вещи. Ну, как вы относитесь, когда, например, Бозон Хиггса называют частичкой Бога, по крайней мере, в медиа и в средствах массовой информации придают такие значения? Понятно, что это не научный термин, но, тем не менее, он становится таким очень популярным. Насколько это, ну, обосновано, скажем так? Ну, да, это вообще не обосновано, и, ну, короче, надо наругать, конечно же, того журналиста, который это придумал. В принципе, да, термин так себе, вот я считаю. Бывает такое, бывает. Но, в принципе, бывают и хорошие такие попадания, например, там, большой взрыв, теория большого взрыва. Вот там взрыва-то как такового не было, но звучит хорошо и хорошо запоминается. Ну, вот, кстати, про большой взрыв говорят, что, да, это действительно не совсем соответствует действительности. А что на самом деле было, там весьма разные такие теории, что кто-то сказал, что это большой бабах, но я вот не очень понимаю, в чём разница с большим взрывом. Ну, биг-бэнк, биг-бэнк. Там в англоязычный термин, термин, всё-таки, это у нас перевели так. И в момент большого взрыва, это когда, собственно, Вселенная начала расширяться. То есть она, в принципе, и в момент большого взрыва была бесконечной. Просто вещество во Вселенной находилось в очень таком сжатом состоянии, сингулярном. Нам сложно представить, мы пока не понимаем даже, что это такое сингулярное состояние. Мы предполагаем, что оно было. И просто вот какой-то произошёл какой-то щелчок, я не знаю, что-то произошло, и пошло-поехало. Вселенная начала расширяться. Ну вот вы сказали, кто-то. Сейчас как раз это оговорка по Фрейду. Ну вот такое дело, что у меня очень часто спрашивают, а что произошло, что было до большого взрыва. И я отвечаю, что все наши теории, они заканчиваются именно в этот момент сингулярности и теряют свою предсказательную силу. То есть если бы... То есть в этот момент большого взрыва такая была Вселенная, что если до этого что-то было, какие-то планеты там крутились, какие-то летали атомы, молекулы, то их поведение никаким образом не повлияло на то, что произошло после. То есть если какая-то планета куда-то там летела и прошёл большой взрыв, то по её движению мы ничего не можем предсказать, а что было после. То есть вот это такой огромный такой хард-резет во Вселенной, когда всё обнулилось. Соответственно, вопрос о том, что было до большого взрыва, он такой ненаучный. Он выходит за рамки всех моделей, которые его описывают, да и в целом за рамки такого научного подхода. Потому что, может, что-то и было, но это бесполезно искать, потому что никаким последствиям это не привело. Поэтому вполне может быть, что там сидел какой-то бородатый дядька, который такой, ну поехали, так сделал. Но сейчас любое его решение до никак не повлияло на ситуацию после. Но физикам интересно всё-таки, что было до? То есть вопрос, наверное, ещё заключается в том, что мы просто пока не можем найти ответы на эти вопросы. Или их вообще не следует искать? Вот именно, что их бесполезны, они бессмысленны, потому что это раз, а во-вторых, мы их не сможем найти, потому что это и в обратную сторону действует, я забыл сказать, что ни по какому процессу после большого взрыва мы не следствуем. Мы не сможем узнать, что было до большого взрыва. То есть вот здесь нарушена причина следственной связи все, именно в момент сингулярности, в момент большого взрыва. Поэтому мы и не сможем это обнаружить, поэтому мы это и не ищем, это не нужно. Вы в одном из своих видео говорите от так называемой ошибки выжившего, и один из таких самых, наверное, опасных примеров, который приводит, это история успеха. То есть, читая биографию людей, например, которые достигли успеха, мы не знаем истории тех людей, которые выполняли те же самые алгоритмы, но успеха не достигли. Вот в чём, на ваш взгляд, феномен успеха заключается? Феномен успеха нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Я могу привести пример Наполеона, когда он бежал из Египта, его отправили в Египет, что-то там завоёвывать, и в Европе все его встречали как победителя, и он свергал строй и провозглашал республику и так далее. А когда приехал в Египет, там местные жители, они вообще о нём не знали, и нормально жилось. В итоге их армия потерпела вообще просто грабальное поражение, и он сбежал, он дезертировал. Но когда он приплыл в Францию, во-первых, ему чудом повезло, что его не обнаружили английские корабли, а когда он приплыл во Францию, оказалось, что там происходила какая-то смена власти, и он как раз-таки оказался ко двору, и такие, Наполеон, давай с нами, ну давай. И вот потихонечку, полигонечку он стал самым главным. Ему просто повезло, вот серьёзно. То есть у всех это случайность в какой-то степени. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте. А вот тут уже, собственно, можно подключать какие-то уже свои навыки, умения, и в принципе, в каких-то случаях можно спрогнозировать, а где это место и где это время будет. Поэтому, конечно же, на случай не стоит рассчитывать. В принципе, усилия прилагать к этому тоже. Ну, Эйнштейн, Планк, Бор, это всё-таки их можно отнести тоже к такой категории? Или это другая история? Так, ну что касается Эйнштейна, я знаю, что были такие же мысли у Пуанкаре, французского физика, и он опубликовал свою статью, в которой тоже были принципы теории относительности, где-то через 5-6 месяцев после Эйнштейна, независимо от него. Поэтому, собственно, мы знаем Эйнштейна как такого великого учёного, возможно, возможно, потому что он был первым, но не единственным. Вопрос патента. Что? Вопрос патента, о чём говорил наш радиослушатель. Нет, на самом деле, Эйнштейн, это вообще-то, ну это феноменальный, конечно же, человек, и тут я так немножечко привлечу, что, возможно, ну, приукрашиваю, что, возможно, он не единственный, потому что в дальнейшем он доработал свою теорию до общей относительности там в 15-м году и вообще просто перевернул мировоззрение всех физиков и впоследствии вообще всего человечества на то, как устроено пространство-время. Но у него же был влиятельный противник, профессор Ленарт, который добивался, чтобы ему не дали Нобелевскую премию, как мы помним, получил-то он за фотоэлементы, а не за теорию относительности. То есть Эйнштейн, как раз у него было много влиятельных врагов. Там еще арийская теория включалась и так далее, когда нацисты уже... На самом деле, это, конечно же, инертность и определенные научные парадигмы научного сообщества, она, конечно же, есть. И если создается какая-то глобальная теория, то, конечно же, нужно еще обладать силами, умениями, знаниями ее отстоять. Это, конечно же. И доказать, что он прав. Просто у Эйнштейна действительно, это получилось еще при жизни и действительно у Статкина заслуженных физикам достаточно быстро. Вот он очень быстро это доказал. И у него при этом не было Ютуба и социальных сетей. Но у него получилось донести все до массы. Ну, он просто был... К тому же, он был в самом сердце, в самом центре научного сообщества. То есть в те времена, немецкие ученые, австрийские, немецкие, они, собственно, вот это было самая-самая движущая сила физики в те времена. И он в самой гуще событий был. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Физик Дмитрий Побединский был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.